Сегодня у туристов пользуются большой популярностью направления Санкт-Петербург, Хельсинки. Существует несколько способов добраться в столицу этой страны, находящейся близ скандинавского полуострова, перелет на самолеты, автотранспорт и водный способ, на корабле. Для туристов, предпочитающих последний вариант, существуют круизы из СПБ в Хельсинки на пароме «Принцесса Анастасия». Немногие знают о них, подобные круизы очень удобны и принесут множество положительных эмоций. Хельсинки – довольно немаленький город по европейским меркам, столица Финляндии. Численность населения здесь составляет более 600 тысяч человек. Многие люди знают совсем немного о столице этой северной страны. Существует несколько мест, которые благодаря круизам из Санкт-Петербурга в Скандинавию на пароме «Принцесса Анастасия» может посетить каждый путешественник – Сенатская площадь. Одна из центральных площадей, вокруг которой и находятся основные достопримечательности города. Именно на этой площади стоит красивейший собор, возведенный в первой половине XIX века. Памятник Сибелиусу. Необычный монумент из железных труб, возведенный в 1967 году в память известному финскому композитору Хилтунину, является одним из самых впечатляющих и оригинальных памятников во всей Европе. Хавис Аманда. Необыкновенно красивый фонтан является одним из символов столицы Финляндии, он состоит из скульптуры женщины, и расположенных по бокам морских львов. Кроме своей красоты, памятник известен скандальностью, ведь долгое время шли споры о том, стоит ли выставлять на показ скульптуру обнажанного женского тела. Крепость Свяборг. Морской форт расположен на островах около Хельсинки. Название «Свяборг» – шведское, поэтому многие финны называют ее крепостью Сауминлинна. Сооружение было возведено достаточно давно, когда Финляндия еще входила в состав Швеции. Этим и объясняется двойное название объекта. Это далеко не все, но самые известные хельсинкские достопримечательности. Важно! По воде в Хельсинки можно добраться на круизном лайнере из СПБ, компания Princesses Garden. Круизы на пароме из СПБ перевозчика СТИ, ПИТ и РЛАН и предоставляет туристам круиз на пароме Princesses Anastasia. Отправление – с морского вокзала несколько раз в неделю. Вокзал находится на западе Васильевского острова, по адресу Площадь Морской Славы, дом 1. Паромный теплоход доплывет до Хельсинки по Балтийскому морю за 13 часов до терминала Лансестерминале, Уэст-терминал, расположенного почти в центре города. Стоимость такой переправы составит от 28 евро звездочка за человека, в зависимости от дня недели и класса каюты. Важно! Иногда, при наличии спецпредложений, место в каюте можно получить всего за 12 евро звездочка. Более подробную информацию, в том числе и расписание лайнеров можно посмотреть на официальном сайте компании СТИ, ПИТ и РЛАН и Круиз Хельсинки Стокгольм Хельсинки по данным на 2018 год, чтобы получить питание во время путешествия, необходимо понять, когда будет производиться покупка питания, заранее или на борту. Исходя из этого, будет определяться стоимость. Сколько придется заплатить, если поплывет компания, состоящая из 5 взрослых человек, за взрослого человека, считается ребенок от 13 лет включительно, и троих детей в возрасте от 4 до 12 включительно. Завтрак в ресторане Принсесса Сэс Гарден, шведский стол, суммарно обойдется в 84 евро и 50 центов звездочка, 65 за взрослых, и 19 с половиной за детей, при условии, что покупка будет произведена заранее. При покупке на борту, все обойдется в 97 евро и 50 центов звездочка, 75 за взрослых, за детей 22 с половиной. Присутствуют ваучеры на напитки, подробнее смотреть на этом портале. Что нужно знать о путешествии на пароме на сегодняшний день большую популярность набирают новогодние круизы. Также многие путешественники были бы не прочь посетить Хельсинки летом, а кто-то и в совершенно иное время. Тут уже все зависит от предпочтений. Ниже перечислены несколько советов, чтобы путешествие по Балтике доставило максимум положительных эмоций, а у туристов остались великолепные воспоминания. Во время бронирования билетов и гостиничных номеров лучше использовать приватное окно или окно в режиме «Инкогнито». Туристические сайты обеспечены функцией отслеживания и часто поднимают цену на услугу только потому, что человек уже заходил на этот ресурс. Необходимо упаковать зарядку, наушники и различные провода в футляр от очков. Не лишним будет прочитать отзывы про тот или иной маршрут, чтобы было время подстраховаться, в случае неприятной ситуации. Обязательно стоит спланировать дату и время поездки, отчет времени ведется по дате прибытия и по дате возвращения, так как на месте может оказаться, что интересных мест намного больше, чем было задумано. Бронировать заранее, определившись с местом и домами, начать искать номера в гостиницах и билеты. При планировании заранее всегда можно сэкономить приличное количество денег, редкое исключение составляют нежданные расходы, штрафы и т. П. Одним из самых важных пунктов является правильное распределение денег. Основную сумму лучше всего держать на банковской карте. Чтобы обезопасить свои сбережения, хорошо бы распределить деньги на две части, положив каждую из частей на отдельную карту. Держать их в разных местах, чтобы при попытке кражи не потерять сразу все деньги. Не повредит привычка держать деньги в небольшом размере под рукой. Ведь чаще именно наличку используют для покупок на небольшие суммы, но не стоит держать при себе слишком крупные суммы не брать с собой ненужного багажа. Заранее определиться с тем, что действительно необходимо. А лучше купить необходимые вещи по прибытию, потому что там они часто оказываются дешевле. Прием пищи можно организовывать в кафе, где едят жители этого места. Такие забегаловки, как правило, расположены на периферии города, а не близко с достопримечательностью. Хельсинки является отличным городом для отдыха и посещения различных интересных мест. А способ путешествия по воде доставит множество приятных эмоций всем путешественникам. Звездочка цены актуальны на август 2018 года.